ребят всем привет перед началом ролика рекомендую подписаться всем на бесплатный телеграм-канал туда выкладываю свои мысли по рынку какие-то ситуации которые сам собираюсь торговать да и весь отчет по разгону нашего депозита а также объявляю условия розыгрыша розыгрыш пройдет пятницу то есть завтра если вы смотрите этот ролик позже то уже не актуально до розыгрыши проходят на стримах в прямом эфире чтобы участвовать в розыгрыше вам нужно быть подписанным на telegram быть подписанным на youtube и оставить любой комментарий под этим роликом розыгрыш в пятницу на стрим а теперь поехали разбирать сделки подписчиков сделки не смотрел именно детально да сейчас все посмотрим почему не смотрел детально потому что в основном плюсовые сделки все скидывают но рекомендую кидать свои минусовые сделки потому что это опыт да интересно и более полезно разбирать минусовые сделки потому что мы должны работать над своими ошибками плюс есть плюс да он есть как бы каких-то ситуациях можно немного лучше себя повести но лучше разбирать почему мы получили минусы как можно было извлечь больше пользы со своей минусовой сделки вот поехали первая сделка по монете с тмx человек заходит здесь пробой пробой вот он график видим заходит пробой есть объемы на споте небольшие да они относительно небольшие объемы монеты не очень ликвидны есть объемы человек заходит short тем не менее я думал он будет заходить пробой заходит short лимитку свою прячет лимитку прячет за плотностью обратите внимание в принципе поведение правильное такой подход нормальный за плотность спрятали стоп и стоим это же как раз ситуация нам показывает почему происходят импульсы на рынке да потому что большинство прячет свой стоп за плотность и когда происходит разъедание плотности на всех этих стопах рынок летит как вы можете здесь наблюдать срывает его стоп и там стоп стоял не только его но и еще куча игроков и из-за этого все вместе они начали покупать до 100 площадь артиста это покупка все вместе начали покупать тем самым дало небольшой импульс здесь тоже правильный вариант до развернуться пробой этой плотности вариант нормальный то есть он увидел что плотность разъели и зашел немного правда с опозданием даст каким-то и я бы заходил где-то вот здесь где он держит мышку я бы ждал сюда в кота то есть тут как бы прыжок выходящий поезд плотность уже проели немного с опозданием заход если так так можно делать только на пониженный объем на пониженный объем принципе действия ну действие человека который так сказать близок до к рынку то есть стоп за плотность переворот в разъедание плотности там и прочее но здесь бы я не рассматривал бы отскок потому что тут хай наторгованный да потом сильный покупатель подход сильно стремительный но я бы смотрел в эту плотность сразу в разъедании плюс прятать за нее стоп но на фьючерсах так делать не рекомендуется до стоп надо прятать за плотность на спать и там более сильные плотности но тем не менее здесь она была явно выраженная до аномальная для этих объемов 7 миллионов у нас в среднем тут 400 500 200 стоит а там 7 миллионов то есть в несколько раз больше в данном случае нормально вот переворот идет и здесь смотрите здесь навстречу стоит плотность уже на спать до объем то есть подряд две плотности такой небольшой каскад здесь бы я уже рассмотрел фиксацию подходят к этим плотностям и при подходе к ним я бы уже рассматривал фиксацию посмотрим что он будет делать дальше вот как раз здесь можно фиксануть и поймать нож поймать нож от этой плотности как раз развернуться и перезайти посмотрим в катит цена или нет или проезд эту плотность будем наблюдать в нее еще и докидывают до трех миллионов и человек фиксирует свою позицию правильно делает перед плотностью прям дождался до самого конца а дальше мы не увидим что было дальше к сожалению записывайте ребят чуть подольше было интересно бы посмотреть можно было здесь взять нож или нет но я бы развернулся вот от этой плотности потому что уже сильно много прошли до 3 свечи есть финальная свеча было можно было попробовать взять дальше продолжим но сделка плюсовая особо ничего не скажешь так мелочах сказал дальше вот здесь интересная сделка как раз таки по монете енджи не интересует сделка здесь видео было вот она человек заходит в пробой да по графику тут как раз та ситуация помните на стримах я говорил то что обманчивые пробои то есть на графике у нас есть уровень графически но по факту уровень у нас выше там где стоит объем и стоят плотности вот тут мы видим несколько миллионов стоит сразу да тут 585 тысяч монет по цене 35 то есть полтора миллиона и ниже еще стоит почти миллион в общем здесь в сумме где-то около 3 миллионов долларов вот человек заходит пробой именно по графику но здесь у нас сопротивление видите она не дает пройти цене и пошла вкатывать именно от от этих объемов цена идет вкатывать видите то есть в таких ситуациях нужно заходить по графику можно зайти заранее маленькой частью и добавляться уже в пробой этого объема полным объемом заходить или же рассматривать как вообще ложный пробой и от этих объемов брать отскок в шорт вот первый объем небольшой съели но 500 тысяч по цене 35 так и осталось до полтора миллиона качество не очень хороший может не видно но я вам озвучиваю вот и здесь можно было брать как ложный пробой потому что не проели цену но человек закрывается просто по стопу и все то есть вот за такими ситуациями обращайте внимание это важно да такое бывает я вам на стримах не раз показывал именно здесь нужно заходить в лонг либо же маленьким объемом по графику и добавляться уже в пробой плотности на уровне на истинном уровне либо же только в пробой этой плотности недавно даже по монете ftm такое было на стриме могли видеть вот и здесь два варианта либо заходим в пробой либо берем ложный пробой от этой плотности но я такой не торгую ложные пробои для меня сложны с понимание есть но от торговка их не очень хороший поэтому я не лезу а то что у нас по статистике не получается лучше в этом не лезть либо же лезть очень маленьким объем сделка по монете шиба человек заходит сначала в шорт он себя определил уровень сверху да по 055 и он определил его по по стаканам а здесь стоит крупная лимит в принципе правильно сделал правильно сделал берет от нее отскок катывает не дает ему потом дала он закрыл небольшой плюс после чего после чего тут тоже интересным действия в ее разъедание заходит в лонг заходит в лонг сила покупателя присутствует да явно видно что вкидывают объемы удары по стакану есть он заходит от нее в лонг ставит первую фиксацию по цене 55240 у него по цене 56 ровно но я 0 и не беру перед этим округляю да не обращая на них внимание просто вам говорю цену вот 56 есть следующий уровень стоп лозов без убыток часть зафиксировали и тянем дальше до следующего уровня до следующей плотности вот здесь именно отработка грубо говоря по стакану когда цена идет да и у нас рядом уровней нету то тут идет отработка по стакану и здесь правильно настроенный стакан все хорошо видно ну большой плюс человеку и он это четко за счет этого отторговывает пошел пробой он еще даже добавляется видите добавляется еще и тоже правильно то есть в разъедание каждого уровня идет добавление тоже правильно дальше фиксануть не дают я вижу да фиксануть не дают и закрывается в небольшой минус в небольшой минус закрывается от усреднения но в общем сделка у него закрыта в плюс потому что он всю дорогу набирал пробои каскады здесь больше пример как можно делать да не то чтобы здесь взять исправить какие-то ошибки тут все хорошо стакан настроенный действия адекватные если идет понимание до того что делаешь но как я вижу понимание есть и добавление не боязнь тянуть человек умеет тянуть это тоже большой плюс да я так тянуть и умею только маленькие части но мне в принципе с моей стратегии это не особо нужно до тянуть я могу на спать и но на фьючах как-то тянуть с моей стратегии не очень хорошо но тем не менее человек пробой протянул ну все нормально сказать прямо плохого здесь нечего добавить ничего добавлялся делал все хорошо дальше так сделки подписчиков так это мы посмотрели следующая сделка по монете sand вот здесь хотел конечно отметить и отметить много суеты в этой сделке вот пробой наклонки пошел до уперлись в хай первое такое сопротивление до на пути наклонки первое сопротивление на пути наклонки и у человека присутствует суета закрывания открывания вот закрылся в ноль сейчас по непонятной причине вроде все нормально на торговывается в пределах риска все а зачем сейчас закрылась позиция все хорошо было ну непонятная суета до дальше монета готовится на обновление хая здесь можно даже нагрузиться хорошим объемчиком обновления хаев бывают хорошие импульсы человек ждет объемы кидают по рынку у нас не очень большие но кидаю да на фьючах кинули очень большой объем вот он пошел импульс пошел импульс зашел на маленький объем 1 лот всего и и закрыли но в принципе пробой взяли да но вот эта суета было открывание закрывания в начале тут этого человека кстати ни одна сделка есть сейчас секундочку вот он сам начало начало этой сделки вот здесь стоп лосс стоит за плотностью но в принципе нормально пробой наклонки готовимся закрываемся по стопу дальше но тут нормально ничего плохого дальше сейчас будут перезаходы перезаходы какая-то более похожа на панику да вот здесь цена пытается пойти кидают объемы на споте есть покупатель пытаются пойти два лота стоит закрывается позиция для чего и хорошо еще цена не вкатывает а в случае пробоя наклонки мы можем закрывать позицию там или же если объем ставим за него допло стоп то есть плотность разъедают и падают либо же просто цена по графику уходит за наклонку здесь она никуда не ушла вот даже вот здесь когда краснота пошла она еще за наклонкой она продолжает на торговаться дальше то есть пробой есть и здесь перезаход вот для чего можно было изначально стоять в ней мы выходим если цена падает за наклонку идет дальше по своему тренду данный пробой наклонки это слом тренда если вернулись обратно под наклонку это значит обратно продолжает идти по тренду вот то есть вот здесь уже нет закрывания вот и не возвращается не возвращается все цена вернулась непонятно причина открытия закрытия то есть это скорее говорит об отсутствии риск-менеджмента там закрылись в ноль здесь не закрываете пол процента минуса то есть какая причина отсутствие риск-менеджмента да нет понимания когда открывать когда закрывать сделки а нету этого понимания вот как бы пересидели подождали она уперлась в первое сопротивление вы поставили фиксацию по 93 7 92 93 7 но в принципе недалеко нормально закрыли не дождались не дождались закрыли и цена пошла обкатывать ну в принципе да здесь а вот в конце более-менее нормально да на первом сопротивлении можно закрываться либо фиксировать часть либо добавляться в продолжение тут уже выбор каждого но вот эта суета и закрывание то в ноль то в большой минус но относительно вашего до сначала вас не устраивает то что в ноль цена вкатила вы выходите а потом вы не выходите когда она минус пол процента дает мне эта ситуация непонятно если вы не можете риск контролировать в процентах ставьте в долларах определять вот дальше дальше но здесь плюсовая сделка по монете sand пробой наклонки и и вроде как все нормально человек потянул тут даже нечего сказать классический пробой наклонки по санду 25 лотов человек стоит тянет закрывает частями а здесь мне понравилось видение ситуации до человеком смотрите он закрывает позицию потому что он понимает что она потенциал свой отрабатывает здесь определен потенциал видите уровень он понимает что подходит к потенциалу сделка пора выходить из нее до пора бежать и сразу же смотрите действия действия выставления от этого уровня заявок на покупку то есть заход в отскок вот это мне очень понравилась ситуация вот это интересно то есть зашел в отскок его забрала заранее выставленные заявки и потихонечку их закрывает вот это вот ну плюс видение рынка мне понравилось этот ход мыслей да сразу две ситуации за раз берем цена пробилась подошла к потенциалу от потенциала взяли в обратную сторону отлично одобряем такс это посмотрели дальше следующая сделка по монете по монете ftm пробой уровня и здесь вроде как тоже все плюс пробила стоп-лост без убыток стоп-лост без убыток но когда мы стоп-лост без убыток ставим нам нужно часть плюса закрыть сразу то есть какой смысл сделку в ноль отпускать когда она дает хороший плюс до скидывайте хотя бы там одну треть от позиции чтобы фиксануть плюс если бы сильно вкатила в ноль закрыла но зачем ноль если есть плюс до лучше небольшой плюс чем 0 не поэтому лучше скинуть часть позиции и так и получилось вас закрыла в ноль единственный минус который могу добавить в принципе пробой взяли по графику до стоп перевели в безубыток но часть не фиксанули по итогу закрылись почти в ноль в очень маленький плюс хотя могли в пять раз больше плюсы забрать вот либо же фиксировать полностью да если есть сомнения либо же скидывать часть если хотите тянуть уже тянуть там хотя бы часть но фиксануть надо по-любому они маленькие части вот эти маленькие фиксации одну треть там на дистанции года они сделают вам дополнительный депозит вот прислушайтесь к этим словам и это действительно так даже посчитайте на калькулятор они вам принесут даже больше чем ваш депозит вот здесь непонятная ситуация совсем по стаканам до стаканы грязные ничего не я не настроены никак новогодняя елочка просто наблюдаем какие объемы что мы мы не заметим просто в моменте если что-то серьезное выскочит стакане мы этого не заметим нужно разобраться по настройке стакан здесь ситуация уже была сделка открыт 0 0 734 0 734 это было где-то вот здесь открыто до заходили в пробой наклонки возможно это я ситуацию кидал в telegram я помню шиба тогда не отработала до подошла но не отработал стакан не настроены ничего по объемам непонятно именно тут только надежда на график то что полетит да но тут ситуация для пробоя плохая почему здесь слишком стремительный подход больше пахнет каким-то ножом до каким-то отскоком так оно и получилось пошел отскок опять же стоп лосс без зубы такая часть позиции не зафиксирован часть позиции не зафиксирован все сделку закрыли сделку закрыли можно было здесь наоборот брать отскок до закрыть плюс ваш при подходе к наклонке и от наклонки взять отскок здесь не только наклонка здесь можно еще увидеть уровень до к уровню был второй подход вот здесь вот так вот можно увидеть уровень нему был второй подход подход стремительный обращайте внимание на это то есть там где можно было брать отскок вы закрылись в ноль и так как вы взяли еще перед отскоком плюс надо было фиксировать и потом уже брать отскок то есть видение ситуации полного нету и стакан настроены как зря это это минус с этим нужно разбираться дальше так эта ситуация по шибе мы ее смотрели почему-то на второй раз у меня вот здесь ситуация по монете шиба да и здесь как раз ситуация но человек по скринеру определил эту монету я смотрел эту сделку тут было определение по скринеру он показывает что стоит плотность на миллион монет но мы это видим и без скринера да вот она плотность на стоит по 9 и 4 цене 108 тысяч монет по цене 9 долларов 40 центов подход к уровню также у нас есть плотность от плотности берет отскок поставил стоп лимитным ордером да кстати отложенным это очень хорошо вот просто ситуация стандартная такая как по учебнику на отскок и она отработала ну в этой ситуации ставлю плюс все хорошо да есть уровень хороший на этом уровне есть плотность что еще больше нам уверенности добавляет подход был стремительный к уровню и от него берем отскок от него берем отскок все человек закрывает плюс и все хорошо все хорошо прекрасная сделка добавить нечего насчет объемов сами решайте не могу вам говорить по объемам да как что дальше нож нож по грт я бы не сказал что графически это нож здесь просто наверное отскок все-таки от уровня да не то чтобы нож нож немного по-другому выглядит но тем не менее отскок пошел уровень заранее определен уровень заранее определен есть небольшая какая-то лимитка там но это выше намного да так 096 096 и 5 096 и 5 ничего у нас в стакане нету но здесь только по графику от торговка да тоже ничего страшного но по графику я говорю нужно брать не завышенный объем график бывает обманчив мы не знаем что включится в этот момент до при подходе если в стакане ничего нет нужно просто быть аккуратней так делать можно но нужно быть аккуратно добавить ничего человек закрыл и плюс взял отскок все хорошо это то что я торгую молодцы хотелось бы видеть больше минусовых сделок чтобы было что разбирать ну плюсы вы видите да плюс плюс молодец молодец и вроде как и вот обычный классический отскок от уровня монета lrc второй подход к локальному уровню заходим в short взяли плюс взяли плюс и все прилично закрылись добавить нечего вот как бы ну особо нечего разбирать плюсовые сделка вот здесь зашли пробой наклонки зашли в пробой наклонки стоп без убыток определили потенциал определили потенциал стоп поставили в без убыток уже плюс вот единственное что хотел добавить здесь не подпирайте цену стопом цена может снять ваш стоп и пойти полететь дальше зачем это делается никогда не понимал это вот как на бинансе есть следящий стоп до которые сопровождают сделку ставить и он в диапазоне двигается сам сделки вы же определили потенциал как бы если есть сомнения да скиньте части стоп лосс пониже поставьте в без убыток вы уже будете в плюсе допустим но у вас здесь закрывает по стопу и все если вот ну такие мысли есть я придерживаюсь того что лучше просто закрыть вы как бы сами с собой играете в рулетку пойдет пойдет не пойдет закроется по стопу но и нормально и ненормально кто как на это смотрит я так не делаю я так не делаю никогда вот в принципе на сегодня все всем спасибо подписывайтесь на телеграм участвуйте в розыгрыше до стрима с вами прощаюсь